Электролиз расплавов солей Широко используется электрохимический способ Электролиз Он осуществляется при пропускании постоянного электрического тока Через расплавы и растворы электролитов Поставьте на паузу и вспомните Какие вещества называются электролитами Проверим Вещества, водные растворы или расплавы которых Проводят электрический ток Называются электролитами К электролитам относятся соли, основания и кислоты Соль, известная всем Хлорид, натрия, поваренная соль Это обязательный компонент большинства блюд На столах разных народов мира Присаливая пищу, люди насыщают организм натрием и хлором Натрий и хлор встречаются в других природных источниках Довольно редко Но являются очень важными элементами Которые отвечают за работу нервной системы Сократительную способность мышц Нормализуют секрецию желудочного сока И поддерживают водный баланс организма Именно поэтому вкусовые центры мозга, анализирующие пищу Воспринимают хлорид натрия и сигнализируют об этом Соль, хлорид натрия при нормальных условиях Находится в твердом состоянии А при нагревании плавится и переходит в жидкое состояние И диссоциирует на ионы Поставьте на паузу и запишите Уравнение диссоциации хлорида натрия Проверим Соль, хлорид натрия с ионным типом связи Является сильным электролитом И диссоциирует на катион натрия с плюсом И анион хлора с минусом Если в раствор или расплав электролита натрий-хлор Опустить электроды И пропустить постоянный электрический ток То ионы электролита будут двигаться к электродам Катионы натрия с плюсом к катоду Отрицательно заряженному электроду А анионы хлора с минусом К аноду, положительно заряженному электроду На катоде, имеющем избыток электронов Катионы натрия принимают электроны Восстанавливаются и образуют простое вещество натрий В виде серебристого металла На аноде, имеющем недостаток электронов Анионы хлора отдают электроны Окисляются и превращаются в атомы хлора Атомы хлора сразу же соединяются по два Образуя молекулы простого вещества хлора Он выделяется на аноде В виде поднимающихся вверх пузырьков газа Зеленовато-желтого цвета Суммарное уравнение данного процесса Можно записать следующим образом Натрий-хлор-расплав А получается натрий и хлор-2 С учетом коэффициентов 2 на 3 хлор Получаем 2 на 3 плюс хлор-2 Теперь дадим определение Что же такое электролиз? Электролиз – это окислительно-восстановительный процесс Протекающий на электродах При пропускании постоянного электрического тока Через расплавы или растворы электролита Поставьте на паузу и попробуйте самостоятельно Записать уравнение электролиза Фторида кальция, бромида калия и иодида лития Проверим Кальций-фтор-2 Получается кальций плюс фтор-2 Калий-бром Получается калий и бром-2 Литий-йод Получается литий плюс йод-2 Учтите, пожалуйста, коэффициенты Кроме солей В расплавах электролизу подвергаются и щелочи Электролиз протекает и в водных растворах Но при этом в процессах на электродах Могут участвовать молекулы воды С этими процессами вы более подробно Познакомитесь в курсе химии 11 класса А сейчас давайте посмотрим Электролиз раствора хлорида меди-2 Хлорид меди-2, купрум-хлор-2 Соль, хорошо растворимая в воде Раствор этой соли окрашен голубой цвет Нальем этот раствор в У-образную трубку В каждое колено У-образной трубки Опустим угольные электроды И подсоединим их к источнику постоянного тока Левый электрод – это анод Правый электрод – это катод Включаем ток И будем наблюдать за протеканием реакции электролиза На аноде мы наблюдаем выделение пузырьков газа Это хлор На катоде мы наблюдаем выделение металлической меди Это металл красного цвета Таким образом, при электролизе раствора хлорида меди-2 Получается металлическая медь и газообразный хлор Электролиз широко используется в промощенности Для выделения и очистки металлов Получения щелочей, хлора, водорода Например, алюминий, магний, натрий и кадмий Получает только электролизом Очистку меди, никеля, свинца Проводят целиком электрохимическим методом Важной отраслью применения электролиза Является защита металлов от коррозии При этом электрохимическим методом На поверхность металлических изделий Наносится тонкий слой другого металла Хрома, серебра, меди, никеля, золота Устойчивого к коррозии В учебном пособии химия 9 класс Прочитайте параграф 51 И для закрепления выполните тестовое задание Желаю успехов!